Всем привет! С вами, как обычно, Виктор, и я вновь играю в Готику 2 Возвращения Ребаланс. И это, получается, у нас предпоследний эпизод по Долине Теней. Этот эпизод я бы хотел полностью посвятить новой локации, которая у нас расположена в Долине Теней. Это город мертвых. Здесь мы должны будем достать последнюю часть, последний клиент, который нам поможет сразиться с драконом. Это особый мощный арбалет. Вот именно как раз-таки за его поисками я в эту локацию и отправляюсь. Данная локация представляет собой некий такой подземный лабиринт, который кишит нежитью и всякими полезными предметами. Здесь, насколько я помню, можно найти действительно очень много всего полезного. Всякие разные зелья, всякую разную бижутерию и, в конце концов, тот самый арбалет. Ну что ж, давайте не будем тогда терять времени и будем продвигаться дальше. Это совершенно новая локация. Возможно, она, кстати говоря, была взята из какого-то мода. Вот, но я, в принципе, не сказал бы, чтобы я играл прям большое количество модов, поэтому я, к сожалению, не могу сказать, откуда именно эта локация. Возможно, написано полностью с нуля, но, зная мод Возвращения, я в этом начинаю немножко сомневаться, потому что очень многие локации были откуда-то взяты из сторонних модов. Ну, пока вроде все спокойно и ничего такого сложного нет. Вот я вижу у нас здесь огромное количество вот таких вот саркофагов, но вот я, честно сказать, не знаю, есть ли вообще смысл их все проверять. Я так понимаю, что вот эти вот те, что со скелетами на них, они точно не открываются. Вот, поэтому, думаю, такие смыслы, в принципе, проверять никакого нет. Так, у нас есть три прохода. Давайте посмотрим, какой нам откроет выключатель. Ага, он открыл вот эти два. Ну, ладно, давайте отправимся сначала сюда. Тут нас, как обычно, поджидает нежить. В принципе, ничего нового. Все пока стандартно. Поэтому давайте будем продвигаться дальше. Так, надо бы ману восстановить. Так, что-то у меня совсем плохо. Сейчас уже с зельем я смотрю. Просто со свистом у меня кончаются вот эти вот зелья. Осталось совсем их. Буквально, не знаю, несколько штук. Ну, я надеюсь, что все-таки на вот эту вот локацию и на сражение со сговором у меня этих зельей хватит. Очень на это надеюсь. Здесь достаточно темно. Но, в принципе, для вас я специально увеличу яркость. Так что, думаю, в принципе, у вас никаких проблем возникнуть не должно. Вот мне, к сожалению, находиться здесь, ну, немножко некомфортно. Опять-таки, не хватает заклинания свет. Очень не хватает. Стоп. Я вот все говорю про заклинание света. У нас же есть, может быть, не такое эффективное, но все-таки тоже какое-то заклинание, которое вот немножко освещает. Ну, я не знаю, как это еще назвать. Псевдо-заклинание вот эта вот шляпа. Слушайте, а ведь это тоже неплохо. Оно, конечно, да, не так эффективно действует. Но, в принципе, в принципе, когда уж совсем... Что такое, а? Когда уж совсем ничего не видно, можно использовать. Почему нет? И мы можем спокойно использовать в то же время заклинания, потому что это не факел. Слушайте, а давайте будем ходить пока что именно с вот этой вот шляпой. Почему бы и нет? Защиту она, конечно, дает не очень хорошую. Вот. Я раньше ее как-то тоже носил, но потом, в конце концов, от нее отказался в связи с тем, что она была немножко глючной. Да, она и сейчас глючит. В том плане, что вот она то работает, то перестает. То есть вот она сейчас освещает вроде бы. Вот. А через пару минут или там после перезагрузки свет пропадает. Чем это плохо? А тем, что... Яркость в самом видеоролике начинает как-то, я не знаю, как-то даже описать. С одной стороны, вот... Ну, короче, яркость, она становится такой неравномерной. То есть сначала картинка там светлая, потом темная, потом я вижу, что... вдруг опять шляпа перестала работать. Я снова ее активирую, и картинка снова становится светлой. Ну, вот как-то так. Вот. Это все, конечно, не очень. Особенно, когда я пытаюсь, так скажем, насильственно, чисто для вас увеличить яркость. Вот. Тогда где-то становится слишком ярко, где-то темно, и... Все выглядит это совершенно не очень. Поэтому я от этой шляпы решил отказаться. И, в принципе, перестал ей пользоваться. Но сейчас, думаю, как раз таки... Раз уж возникла такая прям необходимость в этом... Почему бы ей не воспользоваться, в конце концов? Я вот не понимаю, она сейчас работает или нет? Вроде бы светло, но... Может быть, она даст нам еще дополнительный свет? А нет, работает. Все, хорошо. Если бы мы ее сняли, было бы совсем темно. Хорошо, буду тогда просто ориентироваться на... То, как бы, светло, не светло. Ой, вот ненавижу подобные моменты. Я уже вам целую серию... В прошлый раз говорил про то, как я ненавижу, когда заклинание... Просто не срабатывает, когда мы используем... Используем его впритык, как противнику. Вот, а чувствую, сейчас как раз таки нас будет поджидать огромное количество... Подобных мест. Так, это дверь или вообще что это? Это, похоже, дверь, но открыть на ее не можем. Здесь огромное количество всяких разных входов. Вот именно поэтому я говорил, что этот город, он похож на некий такой лабиринт. Вот, и в конце концов нам нужно будет обойти... Я так понимаю, все вот эти вот комнатки. Но если мы, конечно, хотим собрать по максимуму всего полезного... Так, здесь у нас кругом решетки, да? Или тут еще у нас есть... А, здесь у нас есть еще проход. Да... Ну, ничего. Ничего. Я думаю, что мы обязательно справимся. Локация, как видите, оказалась... Ну, не из маленьких. То есть, целая куча всяких разных ходов. Какое-то вот особенное оружие. А, вот, тут еще какая-то кнопка, видимо. Она как раз таки открыла какой-то проход. Что у нас здесь было? По-моему, вот это, да? Или не это оружие? Тут что-то было такое, но я даже не могу сказать. Это... Короче, видимо, наверное, что-то орочее, и оно не особо полезное. Так, это у нас открыло, значит, следующий проход. Так, я вот вижу, там у нас впереди находится зомбак. Поэтому сразу подготовлюсь. Сразу вот восполню свой запас маны. Так, с той стороны, я так понимаю, тоже нас ждет приятел. Ой, тут еще два их. Так, и вот, я так понимаю, это у нас... Одна из таких комнаток, в которой находятся всякие разные ценности. Так, сундук тут у нас, я смотрю... О, зелье на ману, кстати. Вот они бы мне сейчас очень не помешали бы. Так, здесь у нас какие-то свитки находятся. Еще какое-то зелье, по-моему, ускорение. Так, я хочу этот свиток собрать. О, вот, наконец-то. Ну и теперь с сундуки. Начнем заново. Я очень надеюсь, что здесь будет не такая большая комбинация. Я вспоминаю сундук, который я вскрывал в предыдущей части. Начнем заново. В той пещере. Там было, как мы будем заново. 14 четыре поворотов нужно было сделать, чтобы открыть этот сундук. И в конце концов, что мы получили? Там золотой кусок черной руды, да? Начнем заново. Которую я, наверное, даже использовать не буду. Я все равно так и немножко не догоняю фишку этой черной руды. Я, по-моему, вас уже как-то спрашивал, но... Совершенно забыл про нее, может быть. Если вы, в принципе, не против, напишите мне еще раз про эту черную руду. Что я смогу в итоге получить, вернее, как по-хорошему ее нужно использовать, вот и какую выгоду она мне даст. Она вроде там что-то, то ли время замедляет, то ли что-то вот такое, какой-то такой эффект имеет. Начнем заново. Вроде она еще и используется как компоненты для создания каких-то там, возможно, рум, возможно, зеленья, ну, не знаю точно. Так, я уже запутался в комбинации и, к счастью, все-таки этот сундук открылся. Сейчас было бы очень обидно, если бы где-нибудь я ошибся и пришлось бы все начинать, по сути, сначала. Так, здесь у нас выключатель. Я так понимаю, ага, он открыл соседнюю решетку. В принципе, этого и следовало ожидать. Пока идет все, в принципе, просто... Ой, ей, сколько, сколько скелетов на меня тут сразу налетели. К счастью, они вроде все обычные, да? Поэтому проблем с ними никаких нет. Вот были бы скелеты войн, а вот тогда бы, в принципе, было бы уже не до шуток. Вроде пока все идет достаточно гладко, все пока что достаточно просто. И вообще, я думаю, что с этой локацией проблем-то возникнуть не должно. Но единственное, в чем я пока не совсем уверен до конца, это, соответственно, вот сам разговор. Потому что я не могу сказать, насколько он сильный или, наоборот, насколько он слабый. Вот сейчас, по-моему, кстати, шляпа у нас перестала работать. Да, вот смотрите, она, похоже, со временем как-то перестает работать. 5 минут работает, потом автоматически выключается. Вот именно из-за этого она мне очень сильно не нравится. Так, но здесь у нас есть опять очередной выключатель. Вот, я так понимаю, он опять открыл какую-то решетку. Сейчас придется, видимо, уже, наверное, поискать, потому что... Начнем заново. Я уже не помню, каким путем я сюда добрался. Начнем заново. Будем сейчас, наверное, блуждать, отыскивать нужный проход. Так, ну здесь ничего полезного нет. Вот, вместо лечебных зелий лучше бы, наверное, я не знаю, зелья на восстановлении маны. Начнем заново. Принесло бы мне пользу. Может быть, кстати говоря, они находятся тут? Начнем заново. Начнем заново. Начнем заново. Начнем заново. Начнем заново. Ну что такое, а? Я прям сосредоточился. Начнем заново. Прешил помолчать. Начнем заново. Так, я запутался окончательно. Вот, наконец-то. Здесь у нас находится только серебро и старинные монетки. Ну, пока, что я могу сказать? Пока особо ничего такого я, к сожалению, не нашел. Так. Ага, похоже, у нас открылась вот эта вот решетка, потому что там я вижу скелета, а это значит, что в этой части мы пока что еще не были. Так, здесь у нас опять очередный скелет маг, и я вижу там у нас опять полочка с какими-то полезными вещами. О, и очередная прибавка к мане. Я не знаю, кстати говоря, вот, когда и за что вообще вот эти вот прибавки дают. Я так понимаю, за количество выпущенных заклинаний. Вот. А за сколько именно, я пока что, к сожалению, сказать не могу. Так, да, я заметил, что здесь у нас был эликсир жизни. Что ж, это вот уже неплохо. Уже начинают нам попадаться какие-то более ценные вещи. И я думаю, что по мере нашего дальнейшего прохождения по вот этой вот локации мы все больше будем на такие вещицы натыкаться. Да, было бы очень неплохо. Вот тут, кстати говоря, тоже такой интересный ингредиент, достаточно дорогой, редкий. Я, по-моему, заиграю то ли одну, то ли две штуки всего. Видел. Одну можно было у Фиско купить в еркендаре. А еще одну. Он больше не был. Начнем заново. Вот. Но я что-то не припоминаю, чтобы эта ртуть где-то использовалась. Вот в чем дело. Начнем заново. Начнем заново. Я немножко запутался. Так, одну сюда, сюда, потом два. Начнем заново. Так, давайте сначала. Так, три, четыре, пять. Начнем заново. Начнем заново. Так, комбинация тоже, я так понимаю, достаточно большая, да? Начнем заново. Начнем заново. Воротов сделал. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Начнем заново. Так. Хорошо. И тут? Не, ну это я не знаю, это просто... Разработчики нас пытаются как-то затравлить вот таким образом. Там, где находится что-то ценное, сундуки открываются практически моментально. А там, где ничего ценного нет, так туда запихнули такую комбинацию, что мы должны сидеть и полчаса пытаться открыть это все. Так, я немножко запутался. Здесь мы вроде были, здесь мы тоже вроде бы везде были. Хорошо. Значит, нужно двигаться дальше. Вот этот вот проход не открылся. Хорошо, идем дальше, значит. Так. Пока вроде бы... Ничего не путаю. Вот тут, судя по всему, как раз таки была решетка и... Видимо, эта решетка у нас и опустилась. Так, а здесь... А здесь ничего нет. Хорошо. Значит, осталось не так много. Остался проход вниз и еще... И еще остался вот тот вот какой-то проход, который закрыт каменной плитой. Так, я вижу, скелет маг опять решился нам помочь в этом сражении. Но... Я бы отказался лучше от его помощи, потому что... Он ведет себя просто наглым образом. Да, у скелетов осталось совсем чуть-чуть жизнью. Он решил нам так помочь, чтобы захапать себе. Ну а почему нет? Было бы, кстати говоря, забавно, если бы... Наши противники тоже как-то со временем прокачивались. Ой, сколько вкусного я вижу. Ой, сколько всего интересного я вижу. Огромное количество зелий. Так, здесь у нас, я так понимаю, вот этот вот выключатель открывает как раз таки проход. Что у нас тут? Святая вода. Я вижу какой-то свиток, заклинание, очередной череп. Их этот Ксарда достаточно дорого покупает. Так, давайте начнем с зелий. Целых два зелья на ману и на силу мы здесь получаем. Что ж, очень даже неплохо. И еще у нас здесь находятся два сундука. Давайте мы сейчас тогда их вскроем. Вообще, я не вижу особого смысла сейчас в том, чтобы скрывать сундуки. Я, наверное, за последние серии 20, даже больше, ни разу не замечал того, чтобы мы ломали отмычки. Вот. У нас настолько сильно прокачана ловкость, что мы можем и не знаю сколько угодно раз пытаться ее сломать, и у нас никак это не получается. Начнем сюда. Начнем сюда. То есть там шанс у нас стал настолько просто низким этой поломки, что, по сути, это событие, оно у нас не произойдет никогда. Так, ну что, что у нас? У нас осталось, я так понимаю, последний вот этот вот проход. Я надеюсь, что он будет не очень большой. Просто надоело уже в этих узких коридорах здесь бегать. Я больше люблю какие-то такие вот открытые локации. И всегда как-то более интересно исследовать. А тут в темноте, вот в этих узких коридорах, да еще вот так вот сражаться, ну, это как-то не по мне. Конечно, разнообразия хочется, но подобные локации мне достаточно быстро надоедают. Так, я так понимаю, что шляпа опять решила прекратить свое действие. Не, ну вот. Так, ну что у нас тут? Опять сундуки, да? Мне уж надоело, честно сказать, эти сундуки вскрывать. Начнем заново. Начнем заново. Вот, не вижу в этом особо никакого смысла. Мы просто теряем на это наше драгоценное время. Но ничего не могу поделать. Так, к сожалению, сделано, поэтому будем открывать. Начнем заново. Комбинации, судя по всему, опять достаточно большая. Восемь раз. Вот. И ничего такого ценного нет, но... Если б я знал, в каком сундуке что находится, я бы, наверное, как-то, может быть, выборочно их открывал. Когда-то не знаешь, что где находится, ну... Приходится, к сожалению, открывать все. Так, эта кнопка у нас, ну да, логично, открывает вот этот вот проход. Так, и здесь у нас есть еще какой-то подъем наверх. Как-то все достаточно запутанно. Так, а тут у нас точно... А, ну да, конечно, конечно, конечно. Как же без этого? Как же без нежити? По-другому ведь просто не может быть. Так, мана меня опять подбила. Закончился самый неподходящий момент. Я думаю, что мы сейчас быстренько их и... В ближнюю... Просто подходим и убиваем. Так, ну давайте сейчас посмотрим, что там меня ожидает. Может быть, не имеет смысла собирать вот эти вот все кости. Вот эти вот все мечи, они в принципе-то особо... Нисколько не стоят. Здесь я особо не вижу ничего такого полезного. Всяких лам. Так, остались сундуки и... Осталась книжная подставка. Ну вот это, кстати... Интересно. Вот это, кстати, интересно, действительно. Так, мы получили, во-первых, интеллект. А во-вторых, тут что-то написано про освещенные стрелы. Ага. Можно будет, кстати говоря, попробовать. Нам нужен всего лишь один пузырек воды и пять стрел. И мы получаем в итоге пять освещенных стрел. Я, конечно, понимаю, что вот эта вот святая вода, она достаточно редкая, но... Может быть, эти освещенные стрелы не такие уж и плохие. Я, конечно, понимаю, что для нас это, наверное, ну... Ничего не значит, потому что мы же пользуемся все-таки магией. Но посмотреть, наверное, стоит. Начнем заново. Может быть, они такие мощные, что даже есть какой-то смысл попробовать ими попользоваться. Ну, я, честно говоря, сомневаюсь. О! Еще один эликсир духа. Конечно же, тут нам дают еще целую кучу святой воды. Вот для воина, кстати говоря, эта находка, думаю... Очень неплохая. И еще какой-то лук, я прямо не заметил его сразу. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, что это за... Так, а где он? Ага. 120 урона он наносит, 100 ловкости требует. И для стрельбы как раз-таки требуются освещенные стрелы. Наносит дополнительный урон нежити. Я думаю, что нужно будет как-то обязательно поэкспериментировать насчет этого. Начнем заново. Может быть, он не такой уж и плохой, особенно против нежити. Начнем заново. Но пока что против нежити достаточно эффективно. У нас и кубы целиара работает. Начнем заново. Ну, не знаю, посмотрим. Так, вот я заметил. Начнем заново. Все стало... Начнем заново. Очень темно. Значит, наша шляпа опять решила нас подвести в самый неподходящий момент и... Начнем заново. Решила утратить свою магическую силу и превратилась в обычную шляпу. Начнем заново. Так. Я запутался немножко. Начнем заново. Комбинация здесь, похоже, опять достаточно большая. Начнем заново. Начнем заново. Так, наконец-то. Так, здесь нам дают святую воду. И немножко освещенных стрел. Кстати, они стоят достаточно дорого. Если продавать, то 50 золотых за штуку. Ну, а что? На этом, кстати, можно зарабатывать. Почему нет? Если не использовать, то... Я вот не помню, эти сундуки открывал? Нет? Да, тут я все открывал. Вот, если не использовать, то можно эту, в принципе, святую воду потратить на стрелы. А стрелы у нас и так достаточно много. И по 50 монет за каждую стрелу можно так выручить. Над этим тоже нужно будет подумать. Я, наверное, как-нибудь за кадром поразмышляю насчет всего этого. Так, ну, а я двигаюсь дальше. Я уж не знаю, когда мы дойдем до конца этой локации, потому что, смотрите, все новые и новые проходы нам открываются. Эта локация оказалась намного больше, чем я думал. Смотрите, опять какой-то подъем наверх. А там у нас, судя по всему, опять какая-то развилка. Так, я чувствую это надолго, слушайте. Это надолго, да? Здесь у нас опять решетка. Ага. Здесь я, наконец-таки, наверное, сделаю сохранение. Так. Ну что, давайте поиграем. А первый дубль, к сожалению, неудачный. Я... Я бы сказал, что совсем не умею заниматься подобными вещами в готике. Ну, готик, она не предназначена все-таки для таких вещей. Наверное, нужно сохраняться на каждом этом участке. Так, аккуратно. Сохраняемся. Ну, почти, почти получилось. Давайте, наверное, все-таки не буду использовать сейчас шляпу. Уж допрыгаю. Да, вот тут... Я не знаю, как тут без шляпы вообще играть. Ничего не видно, кстати. Во. Так, сохраняемся. А может быть, как-то их можно быстро перепрыгнуть. То есть, вот мы сделали один прыжок и сразу же тут же совершаем как-то второй, нет? Так не прокатит. Вот не знаю даже. Может быть, вот с вот этой стороны ничего не видно, а? Так, нет, нет, этого я точно не хотел. Так, ну что будем делать? Стоп. И еще один прыжок. Замечательно. Мы наконец-таки преодолели это препятствие. И все это ради... Я так понимаю, что это кнопка, да? Ну, конечно. Кнопка. Но зато... Вот эти вот... Лабиринты, похоже, для нас закончились. Эта кнопка, я так понимаю, открывает... Проход, который у нас находится где-то... В самом начале. А, нет, подождите. Там еще решетка была. Там еще был проход с решеткой. Рано я обрадовался. Так, и что? И... То же самое нам предстоит сейчас... Сделать в обратном направлении. Да, это еще... Тут себе аттракцион. Так. Хотя здесь, в принципе, и так... Все видно нормально. Так что... Так что... Что? Это что сейчас было? Мне же вроде стоял на камне. Ладно. Такое бывает. А хотя вот тут вот вообще ни черта не видно. Ладно. Давайте используем шляпу. Я надеюсь, что сейчас нам удастся... Все-таки перепрыгнуть. Вот смотрите. Один прыжок. А там-то мы уж точно перепрыгнем. Один прыг... Я не понимаю. Наш главный герой то прыгает. Близко, то далеко. Вот, кстати. А мне интересно. А как проходить данное место без акробатики? Это вообще возможно? Наверное... Наверное, кстати говоря, без акробатики это даже и проще проходить. Все. Сохраняемся наконец-то. Я надеюсь, что больше подобных мест здесь не будет. Потому что, ну, не готов я совершенно к подобным вещам. Так. Впереди я вижу огромное количество нежити. Скелеты воинов, да? Скелеты воинов, да? Так. Игра как-то начала немножко... Подтормаживать ни с того ни с всего. Я даже не знаю, в чем дело. Вот именно вот в этом вот месте. Там у нас шипы. Так. Ну, вроде бы... Вроде бы эти внезапные тормоза как появились, так и внезапно закончились. А нет. Нет, не закончились. Странное место. Ладно. Двигаемся дальше. Конец уже близок. Так. Извиняюсь, я тут вынужден был немножко прерваться. Мой кот решил, что... Нечего ему сидеть в сторонке. Он тоже хочет принять активное участие в записи этой серии. Я думаю, что вы его сейчас, наверное, слышите даже. Так. Все. Я наконец-таки точно вернулся. Теперь нам никто не помешает. Я готов наконец-таки уже до конца пройти эту локацию. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось совсем чуть-чуть. Хотя, может быть, и не чуть-чуть. Потому что вот этот вот проход, судя по всему, заканчивается. А там у нас ведь еще... Был какой-то проход на первом этаже в самом низу. Ну, у самого входа. Так. И что у нас здесь? Опять какая-то бижутерия. Какой-то амулет. Вот, к сожалению, не удастся сейчас. Вам точно сказать, что это за амулет. Потому что у меня достаточно много всяких колец, амулетов. Будет очень сложно его найти. Так. Я вот не понимаю, что там. Там что-то есть. Видимо, как раз-таки там у нас и находится. То самое место, которое нам откроется, когда мы повернем вот этот вот выключатель. Так. Нам показывают, что открылась какая-то решетка. Судя по всему, как раз-таки возле входа. Ну да, логично. Что еще могло открыться? Начнем заново. Давайте осмотрим тогда вот эти вот сундуки. Начнем заново. И наконец-таки вернемся назад. Начнем заново. Я надеюсь, что там нас не ждет огромное количество лабиринтов. Просто хочется поскорее уже найти арбалет и отправиться дальше. Начнем заново. Начнем заново. В этом эпизоде я уж точно не успею. Начнем заново. Сразиться со сговором, но... Начнем заново. Ничего, вы не расстраивайтесь. Мы обязательно сделаем это. Начнем заново. В самом начале. В следующей серии. Так, а здесь нас поджидает опять. Мы решаем комбинации. Начнем заново. Уже надоели порядка в сундуке после. нахождение в этой локации. Начнем заново. Я не знаю, сколько из сундуков за сегодняшний эпизод вскрыл, но уж точно, наверное, не один десяток. Начнем заново. Начнем заново. Уже, наверное, число за второй десяток перевалило. Начнем заново. Начнем заново. Так, я совсем окончательно запутался с комбинацией. Начнем заново. Начнем заново. сложно одновременно комментировать и пытаться вскрывать вот эти вот сундуки. Но в то же время молчать я тоже не особо-то хочу. Так. 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 И так. Наконец-то. Стрела вершителя. Ну, окей. Хорошо. Пусть будет. Начнем заново. Начнем заново. Начнем заново. Я вижу, да. У нас опять выключился наш свет. Вот именно поэтому хотелось бы все-таки иметь нормальное заклинание, которое освещает местность намного лучше. И не выключается вот так вот-вот. Начнем заново. Каждый раз. начнем за сколько можно опять большая комбинация к сожалению начнем заново начнем заново наконец-то так здесь нам дают еще вот таких вот 10 стрел вершителя хорошо я тогда наверное сейчас спущусь вниз принципе ладно я наверно не буду это вырезать я уверен что это не займет слишком много времени хотя может быть и займет я не помню как долго мы здесь блуждали по всем вот этим вот коридором так вроде бы сюда еще как назло вот в этих вот коридорах нельзя просто так вот бежать и одновременно прыгать это уж конечно меня немножко замедляет так но здесь вроде бы нужно сюда и мы как раз ты окажемся в самом низу так они пардон мы окажемся не в самом низу вот а если мы сейчас спустимся еще не виду как раз таки мы откажем мы окажемся там где надо ну давайте наверное вот так вот будет чуть быстрее с помощью прыжков спуститься сюда и здесь у нас открылся открылся наверное вот этот проход до или нет или подождите ли это вход я что-то понять не могу так это вход хорошо значит нам нужно идти противоположную сторону так шляпа 5 ведет себя как-то ну не очень хорошим образом по моему она опять выключилась или нет ну ладно и так что у нас здесь поджидает туда как обычно опять целая куча нежити но судя по всему конец все-таки близок осталось совсем чуть-чуть я уверен что вот мы сейчас как раз таки найдем то что искали тот самый арбалет и вот прям чувствую что он находится где-то здесь просто очень не хочу сейчас видеть еще целую тонну всяких вот этих вот лабиринтов так ну все вроде бы вроде бы закончили да давайте повернем этот выключатель я надеюсь там откроется не очередной лабиринт нет не очередной лабиринт ну все значит это финал и вот тот самый арбалет вершитель то ради чего мы собственно говоря и находимся здесь давайте на посмотрим на него вот этот арбалет урон полторы тысячи но для того чтобы его использовать требуется вот эти вот особые стрелы то есть как вы понимаете все таки вечно пользоваться этим арбалетом мы не сможем то есть наверное вот драконом сразиться и на этом стрел это у нас наверное закончится заново насколько я помню это вроде бы также последний из тех особых начнем звездов стрелкового оружия которые требуются а по квесту оружие зараз так что я думаю что как только мы эти стрелы используем в принципе другими видами луков и арбалетов я не пользуюсь поэтому сразу же пойдем и отдадим ему все вот это вот оружие чтобы наконец-таки закрыть этот последний так понимаю квест от гильдии охотников начнем заново наконец-таки последний сундук я не надеюсь на что-то сверх полезное здесь но все-таки давайте откроем посмотрим а вдруг начнем заново вдруг что-то да будет начнем заново комбинация как обычно большая начнем ничего не поделать начнем заново начнем заново начнем заново так наконец-то и здесь нам дают еще целую кучу старинных монет и святой воды ну что ж давайте подведем небольшие итоги данного эпизода арбалет мы нашли кстати говоря использовать его мы можем вот прям просто так то есть он не требует никакую силу что в принципе очень неплохо вот мы нашли огромное количество всяких разных полезных зелий я в принципе все их уже использовал мы нашли какой-то амулет видимо тоже достаточно ценный но я сейчас его просто так вот не найду ну и мы ко всему прочему нашли еще целую кучу старинных монет которые я думаю потом обязательно вернусь в хоринис обменяю на опыт и обычные монетки что ж это означает что наконец-таки все подготовки завершены и со следующего эпизода я наконец-таки уже смогу спокойно сразиться с разговором что же я очень долго этого ждал и наконец-таки это время пришло но я буду на этом с вами прощаться я вот тут еще поднялся чуть выше но судя по всему здесь ничего такого интересного меня не ждет поэтому я с вами прощаюсь и увидимся уже наконец-таки в следующем эпизоде хотя чё-то здесь все таки есть какое-то врачи оружие так понимаю да ну давайте уж и на этом тогда за кадром что-либо соберут а хотя в принципе в этом-то особого смысла и нет ну да ладно здесь особо ничего такого нет я надеюсь что по крайней мере я ничего не упустил ну что ж до встречи в следующем эпизоде а а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон